Всем привет! Продолжаем прохождение Jagged Alliance Back to Business, прекрасного для Jagged Alliance 2. И мы оказались в самом сердце тюрьмы, на последнем нижнем уровне, который нам и предстоит зачистить. Сразу скажу, что уровень не такой уж и большой, предыдущий средний уровень тюрьмы был намного больше. И как всегда, самое сложное... Шум! Это сдержать первый напор. Не прошло и секунды, как нас атакуют, благо мы перехватили. Чума, ништяк! Я что-то слышал! Я! Для Уганды все закончилось не так плохо, броня отработала. Ну, видимо, придется кого-то подвинуть, потому что все остальные просто их не видят. Да, два выстрела выдержать из гаранта в упор в голову, это, конечно, круто. Блеск! А еще сдвинуться и хватит ходов. Да, смотрите, она еще даже выстрелить может. Вот это я понимаю, вот это класс. Натаха ранена и не прицельными я стреляю. Но ничего страшного. Что, она не попала? Сейчас мы ее подстрахуем. Ага, попался? Ну-ка, где наш верный пулемет? Вещь! Да, вещь! Дьявол! Враги так и прут, а! Внимание! Вместо того, чтобы стрелять, он бегает и дверь открывает. Ну что, отлично. 10 одиночных попаданий за ход. Это прекрасно влияет на меткость. Зажмурься, сучий потрох. И вот в этот момент я подумал про интратег. Что-то движется! Я! Тем более, что у меня есть ZIG 552. Чума, ништяк! Я! Я! Или, может быть, отдать кому-то из новых бойцов эту пушку для тихих операций. Но свою функцию прямого штурмового оружия, оно, конечно, уже не выполняет. Враги очень-очень хорошо бронированы. И порой даже двух очередей в голову недостаточно для того, чтобы вырубить врага. Ну все, вроде первая волна нападающих отбита. Что-то вижу! Давайте попробуем продвинуться дальше. Шоу начинается! И тут же первая неудача нас моментально перехватывает. О-о-о! Я слушаю! Ну и что вы думаете? Конечно, тот же самый трюк с перехватыванием бегущего с ножом. Сажаем кого-нибудь, а желательно побольше, с торца, чтобы враг был к ним боком. И ждем, светимся, пока враг к нам побежит. Шоу начинается! Вуаля! Сработало! Готов! Что-то вижу! И да, смотрите, результат достигнут. Плюс одна меткость. Да! Уже 86. Дьявол! До 90 остается не так и много. Буквально 4 единицы. Я думаю, что может быть за этот нижний уровень еще на одну единицу поднимем. И остается, наверное, буквально 2-3 сектора и 90. Я! И тогда Натаха на дальних дистанциях сможет смело использовать снайперку полноценно, безо всяких штрафов. И укладывать дальних врагов. А вот это было очень несвоевременно. Но благо не отрубился. Благодать-то. Я! Да, надо попить водички для того, чтобы быстро привести себя в норму. Мало ли придется очень быстро реагировать. Не спать, мы еще не всех прижали. Судя по мини-карте, у нас здесь впереди слева длинный-длинный коридор. И я думаю, в конце этого длинного коридора нас ждет что-то очень интересное, а возможно и очень сложное. Сейчас проверим. Судя по прогресс-бару, врагов осталось не так уж и много. Но если быть откровенным, их здесь вообще на уровне не очень много. Ну вот, мой чар наконец достиг 80. Да. Теперь он будет более-менее адекватно попадать по цели, даже очередью. И дальше сложные препятствия. В конце коридора, оказалось, сидит очень крутой враг, который постоянно меня перехватывает. Он там сидит за укрытием. И никакой возможности перехватить его у меня нет. Он интераптит всех моих бойцов по отдельности, всех вместе. И без шансов его как-либо перехватить. Поэтому я применил уже трюк, который вы уже видели, с дымовухами. Ну, дымовух у меня не осталось. Слезогоночка. Тут, собственно, и ожидается другой эффект. Мне не нужно, чтобы он меня не видел. Он меня все равно рано или поздно увидит, я близко к нему подойду. Тут вариант такой, что мне надо, чтобы он промахивался. А в таком... В таком большом количестве слезогонки он точно промажет. Да. А теперь надо аккуратно к нему подбираться. Да. И мне на удачу здесь большое количество камер. Дерьмо. И вот так я и буду к нему подбираться. Да. Каждый ход я буду выходить из камеры. Он будет промахиваться. Я буду подходить все ближе, входить в следующую камеру. И надеюсь, мне удастся к нему подойти вплотную. Да. 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 Пока мне везет. Он мажет. Ну, не мудрено. Тут две гранаты на самом деле. А две гранаты очень сильно ухудшают вероятность попадания. Да. Осталось еще две камеры, два подхода. Уже рассеивается практически слезогонка. Времени у меня остается мало. Может быть, имеет смысл просто подбежать и залечь. Ну, а это оказалось плохой идеей. Смотрите, что будет. Как только враг меня видит, он моментально выходит, сразу подбегает вплотную и режет. А так как я сижу совсем недалеко, ему очков действия хватает на целых три удара ножом, и тут уже никак не выжить. Да. Дальше мне удалось залечь вот здесь, у вот этого окна, чтобы он меня не видел между ходами. Да. Дерьмо. Я слушаю. Ну, а как только я встаю, это все плохо для меня заканчивается. Дерьмо. Я слушаю. Я, конечно, пробовал и выползти, чтобы он меня не видел. Не спать, мы еще не всех прижали. Но он сидит там за каким-то столом, за которым его практически не видно. Он всегда имеет преимущество перехвата, поэтому как только он меня замечает, в любой позе, в любой позиции, он сразу меня перехватывает и режет. И самое главное, видите, здесь заканчивается карта, нет возможности подойти сзади, пошуршать, чтобы он спиной повернулся. Ой! Я слушаю. Но я в итоге здесь ничего не смог придумать, я даже пытался его отвлечь своим другим бойцом, это ничего не помогает. Единственный вариант, как и на предыдущем уровне, я дал себя немножко порезать и ответил. Ай! Да. Необратимых повреждений нет, ну а залечиться я всегда смогу. Наконец-то мы его прикончим. Благодать-то. Первым делом я перевязал всех своих бойцов, ран я тут, конечно, наполучал. Ну, а теперь можно переговорить с одним интересным персонажем. Смотрите, он сидит вот в этой камере, и давайте с ним поговорим. Это наш старый знакомый. Чума, ништяк! Только здесь он в роли секретного агента, про которого и шла речь в документах. Что нового вы хотите от меня услышать? Я уже дал вам ответ. Вы ничего от меня не получите. Никогда! Вы пришли меня спасти. Вас послал Энрика. Да, я Карлос. Вернее, то, что от него осталось. Я прошел закончить мое задание. Теперь только вы можете спасти Арулька. Сделать это сам я уже не смогу. Да вы только посмотрите на меня. Это чудо, что я смог так долго продержаться в этой чертовой дыре. Они меня засекли как раз тогда, когда я нашел место крушения самолета. Да, не повезло. Меня здесь пытали много раз. Постоянно спрашивали о кольце. Но я молчал как... Я больше не могу. Гордилье мертв. Авиакатастрофу он не пережил. Я видел его труп своими собственными глазами. Никаких сомнений нет. Вам непременно нужно найти его кейс. Я знаю, что он у них. Они... Это черная гвардия. Бывшие телохранители Дедраны. Над Арулька нависла большая опасность. Немедленно оповести Энрика и предупреди его о черной гвардии. Скажи, что ты встретился со мной. Скажи, что я уже не вернусь назад. В конце коридора ты найдешь мою рацию и черный ящик из разбившегося самолета президента Коротто. По рации ты сможешь связаться с Энрико. Это очень важно. Так, ну кажется, все начинает потихоньку проясняться. Не забудьте расшифровать черный ящик. Идите в Кок-Сити. Там у вас больше шансов найти кого-нибудь, кто сможет извлечь и расшифровать эти данные. Это все, друзья мои. Я очень слаб. Господи, прости мне мои грехи. А так? Пожалуйста, перестань. Я уже одной ногой в могиле. Я ничего не знаю о кольце, но в комнате в конце коридора там моя рация. Принеси мне ее, пожалуйста. Ну, он уже, правда, одной ногой в могиле. Его тут просто запытали и замучили. Давайте, пока он не окочурился, сделаем то, что он нас просит и принесем ему рацию. И, собственно, заодно возьмем черный ящик. Он сказал, что все это лежит в кабинете начальника тюрьмы. Предполагаю, что там лежит что-то вкусное. Обычно в конце таких мощных комплексных секторов лежит что-нибудь интересное. Интересно, сколько там денег. О, две с половиной штуки почти. Будет мое. Все, тащим это к Карлосу и посмотрим, что же он нам теперь скажет. Будет мое. Лишние патроны давайте скинем, они нам сейчас не нужны, потом подберем. Спасибо. Я настрою ее на секретную чистоту. Нужно оповестить президента Чевалдоре. Секундочку. Получилось. Надеюсь, мощности хватит, чтобы вести переговоры отсюда, из подвала. Тебе нужно говорить самому, у меня нет сил. Мне нужно немного отдохнуть. Темнеет в глазах, ноги не держит. Прощай, друг, темнота. Вот и все. Карлос, наш секретный агент, заскриптованно умер. А нам досталась относительно тяжелая рация. А также и черный ящик с самолетом, который нам предстоит расшифровать. Ну и сам Карлос там уже намекнул, что нам нужно идти в Кок-Сити. Я читал форумы, поэтому я знаю, что идти нам надо к доктору Баху. Так что мы сейчас, наверное, разберемся со всеми вещами, повскрываем все ящики, которые мы здесь нашли. И после этого перегруппируемся, немножко подлечимся и пойдем в Кок-Сити для того, чтобы расшифровать черный ящик. Давайте, кстати, заглянем в журнал, посмотрим, что нам там написали. А тут есть новое задание, что черный ящик нужно расшифровать. И написано про Карлоса. Думаю, что после расшифровки станет ясно дальнейшее направление нашего движения. И то, как мы дальше будем решать наш главный квест по президенту. Сам президент уже мертв, нам теперь нужно найти его кейс. И теперь мы будем искать зацепки, где же нам его найти. Напомню, что первоначальная цель вообще была выяснить, что здесь происходит в стране, что за переворот, и куда делся президент. Теперь мы выяснили, что его самолет был угнан. Самолет в результате потерпел катастрофу. Всем этим праздником жизни рулит некий Эль Тора. А секретный агент, который гнался и был нашим компаньоном, так же, как и мы, исследовал пропажу президента, оказался здесь в застенках и был запытан до смерти. Ну и единственное, перед смертью смог отправить сообщение Чевалдори. Итак, мы выдвигаемся в поисках кольца и кейса погибшего президента. И тут есть одна интересная кнопка. Давайте посмотрим, что будет, если ее нажать. Слезогонка, перемешанная с дымом, она выпрыскивается в самый коридор. Благо, никто из вояк, никто из наших противников не успел нажать. Ну, а этот рычаг открывал и закрывал дверь в камеру Карлоса. Все, нам пора двигать дальше на предыдущий уровень. Но давайте перед этим посмотрим, что же нам суммарно удалось найти на этом интересном секторе. Пистолет 5-7 мы уже видели. Довольно средняя заурядная штука. Единственное, у него большая обойма 20 патронов. Особых преимуществ больше я не увидел. Гарант это тот, который выпал при попадании в шрамы. Это его собственный. Также здесь есть почти 2500 денег. Очень хорошо. Постепенно мы богатеем. И здесь есть хорошая броня. Смотрите, здесь есть новая каска. И есть броня Спектра. Она самая крутая в игре. И посмотрите, сейчас я ее поставлю на самую крутую броню с пластинами. И вы видите, что она без пластин, хотя в стопроцентном состоянии почти столько же. А переставив сюда пластины, мы получаем 99% суммарная броня нашего штурмовика. По-моему, неплохо. Пластины тоже не в идеальном состоянии. Если поставить пластины покруче в стопроцентном состоянии, то будет вообще шикарно. Будет больше 100%. Все, двигаем на предыдущий сектор. Кстати, удлинитель, который отвалился с микро УЗИ шрама, я ставить обратно не решился. Потому что он все равно будет отваливаться. Ну и особая-то дальность на этой пушке мне не нужна. У него все-таки две винтовки есть. И смотрите, здесь аптечка, которая мне так-так нужна. Так, какие-то хорошие поножи. Кстати, спасибо, что поправили меня. Здесь также бронежилет и куча-куча патронов. Ну и далее я пошел вскрывать все вот эти двери. Мне просто было интересно. Оказалось, что некоторые двери заперты. И просто ими можно прокачать свою механику. Ничего интересного там нет. Как вы видите, кроме койки и унитаза там больше ничего нет. Но исключительно только в целях прокачки механики. В морге, на удивление, нашлась какая-то тушенка. Видимо, патологоанатом очень ее любит. Ну а это, похоже, пыточная. Какие-то наручники на стене, оковы. Плюс циркулярка же прям посредине стоит. Вот сам уровень с высоты птичьего полета в кавычках, конечно. Уровень очень небольшой, но муторный. И здесь мы находим новую пушку, которую мы еще не видели. G3A3. Сейчас, после того, как мы все вскроем ящики, мы внимательно ее осмотрим, и я вам ее покажу. Что манишься? Будет мое. 800 баксов. Пусто. Все. Осматриваем трофеи. Ящики закончены. И самый главный интерес, конечно же, вызывает вот эта вот новая пушка, которую мы нашли. Давайте посмотрим ее стации. Она под патрон 7,62 НАТО, 45, 38, 7,11 и 3 на вскидку штраф. Ну, в принципе, урон хороший, дистанция отличная, но, к сожалению, очень маленькая очередь, и она очень медленная. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу этой пушки. Вообще, стоит ее брать, не стоит. Стоит ли ставить на нее коллиматор и тратить на нее коллиматорный прицел. И вообще, что она собой представляет. Урон, конечно, большой, но все остальное уже под вопросом. Я с собой беру ZIG-552, который я нашел. Это вторая такая пушка в игре, по-моему, очень перспективная. И все это мы берем с собой наверх. Кстати, смотрите, здесь есть еще вторая СВУ, на всякий случай. Может быть, у меня еще будут в команде снайперы. Все это пригодится им в будущем. Поэтому берем эти пушки и с ними, наверное, разберемся потом. Кстати, ящиков и шкафов на этом уровне оказалось не так и много. А это местный санузел. Пусто! О, а вот это ценно, РПГ-7. Пусто! Шуманишься! Опять микрофон и батарейки. Я так понимаю, в ближайшие несколько серий мы, наверное, найдем что-нибудь ценное для сбора детектора движения. Надеюсь, в ближайшем городе мы найдем остальное. Пусто! 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 О, медикаменты! Прекрасно! Шуманишься! Медикаменты нам будут очень нужны. Как видите, все мои бойцы ранены. Пусто! Вот, кстати, как выглядит сектор со высоты птичьего полета. Такое достаточно цельное, плотное, огороженное забором здание. Ну, а из трофеев здесь, конечно, выделяется РПГ-7, да целых две штуки. Учитывая, что на юге нас ждут танки. Да и боеприпасы у нас для него уже есть. Так что, я надеюсь, в ближайшее время мы, наверное, их применим. После того, как я собрал весь этот хлам и отнес его в Кок-Сити, я там теперь устроил свою базу. Я отправился к доктору Баху для того, чтобы исследовать черный ящик. Ну и посмотрим дальше уже по ситуации. Я так понимаю, нам в ближайшей перспективе все равно придется зачистить, наверное, северо-западную часть карты и сюда вернуться. Поэтому здесь будет наша база, здесь будут наши трофеи и боеприпасы. Рад снова вас видеть. Вам надо расшифровать записи черного ящика из самолета? Хм, не думаю, что у нас это получится. И таки сомневаюсь, что у нас есть оборудование, подходящее для этой цели. Боюсь, вы поняли меня не совсем правильно. Я очень хочу вам помочь, но сильно сомневаюсь, что мне таки удастся вытащить из вашего ящика какую-нибудь информацию. Может быть, ящик слишком сильно пострадал и данные уничтожены. Я таки дипломированный физик и имею большой опыт работы с электроникой. Мне будет стыдно, если я не смогу справиться с этой работой. Пожалуйста, дайте мне черный ящик. И еще мне понадобится отформатированная дискета, чтобы сохранить на ней данные, если мне таки удастся вытащить их из вашей мятой жестянки. Так уж и быть, я попытаюсь. Хуже таки не будет. Да и кто же не захочет чему-нибудь научиться при такой хорошей возможности? К сожалению, не располагаю безграничным запасом времени. У нас есть важные заказы, и мне необходимо лично проконтролировать их выполнение. Очень медленно он говорит, у меня тут много несостыковок получилось. Я полез в журнал, да, и здесь действительно появилась новая запись, что наш баг... Наш баг сможет хакнуть черный ящик. Давайте передадим ему все нужные предметы. Очень хорошо. Вроде все в порядке. Это значительно поднимает наши шансы на успех. Теперь мне нужна дискета, на которую я запишу полученную информацию. Ну, давайте ему ее дадим. Замечательно. С этим должно получиться. Мне потребуется минимум 24 часа. Пожалуйста, приходите завтра в это же время. Я было собрался за это время подлечиться и отдохнуть, но появилось неожиданное «но». Посмотрите, я здесь немножко, правда, ускорю время. Я сейчас отойду чуть-чуть вбок, вот из этого сектора, и пронаблюдайте. Мимо меня сейчас прогребут два отряда карателей, которые идут на выручку в два сектора. Причем мое присутствие их совсем не волнует. Они идут по своему маршруту в два намеченных сектора, и если я отодвину своих бойцов и не буду им мешать, они просто пройдут мимо к своей цели. Первый из них вы сейчас видите, а сейчас буквально через некоторое время появится и второй отряд. И обратите внимание на их конечную цель, то есть, собственно говоря, в какие сектора они идут. Как видно, первый сектор пришел в блокпост, на котором он и остановился, а второй отряд пошел отбивать тюрьму. Как вы понимаете, мы не можем позволить этому случиться, поэтому мы все-таки встанем на пути у этих бойцов, подготовим сектор к обороне, расставим своих бойцов так, как требуется, и окажем каждому из отрядов сопротивление. Первый отряд будет чуть побольше, второй чуть поменьше, и давайте начинать. Диспозиция такая. Враг заходит снизу, и сектор снизу разделяет большое-пребольшое здание, и враг оказывается либо справа от него, либо слева. Причем снизу враг обойти здание это не может, поэтому его отряд разделен на две части. Группе справа мы дадим бой. Дерьмо. Я посадил своих бойцов у стены, они будут интераптить выходящих врагов, можно сказать, практически в упор. Благодать-то. Угроза. А вдалеке посадил шрама, который будет эту группу прикрывать. Угроза. Вторая группа слишком большая, мне ее не сдержать, это совершенно точно. Поэтому я в двух точках недалеко друг от друга посадил двух своих бойцов. Чара и рикошета, задача которых просто отвлечь врага. Сейчас главное отвлечь врага. Не дать левым прийти на помощь правым. Вряд ли я смогу их сейчас всех положить, у меня огневой мощи не хватит, но зато я смогу их задержать. Меня достали. И тем самым выиграть немного времени. Угроза. А за это время я уничтожу паровой отряд. Противник. Своему чару я дал, конечно же, противогаз, чтобы его там гранатами не закидали дымовыми. Я. А самое главное, я посадил его в такое место, что он всегда может отойти за этот контейнер, и враги перестанут обращать на него внимание. Продолжаем набивать Наташке меткость. У нее это очень хорошо получается. Ну и шрам страхует мою группу своими меткими выстрелами. Круто. Все, определенно мне хватит времени только на один выстрел, и теперь нужно отходить, потому что в любом случае эта группа меня сейчас, если не пристрелит, то закидает гранатами однозначно. Бойцы-то здесь крутые, элитные, смотрите. Что-то движется. Да, видно, что врагов там очень много, и они уже близко. Дерьмо. Ух, хорошо, что ему не хватило очков действия. Я. Ну, он очень удачно вышел, сейчас мы его нашпигуем. Патроны. О, Наташка ход один пропустит, потому что ей надо две пушки перезарядить. Может быть, ей убежать лучше? Проверим. Угроза! Вот они сидят, уже продвигаются вперед. Нет, я не дам вам просто так уйти. Я буду периодически выходить и отвлекать их огнем, чтобы они своим на выручку не пришли. А заодно им не в тыл не зашли. Ништяк. Дерьмо. Благодать-то. Черт. Ой-ой-ой. Ой. И не лень ему было бежать к самому дальнему. Я что-то слышал. Черт. Вот второй рубеж обороны. Это мой рикошет, который сидит за автомобилем, и он точно так же, как мой чар, отвлекает врагов. Но сейчас ему накостыляют. Так, все, Наташка, к сожалению, уже не может в бою участие принимать. Она вся очень сильно ранена, дыхалки никакой. Надо ее срочно отводить, потому что в следующий ход ее нашпигуют. Ну что, отойти или надеемся на криты? Ништяк. Дьявол! Да, прекрасно. Криты все-таки сработали. Я последним выстрелом вынес врага. Если бы не криты, вряд ли бы, конечно, я его вынес этим выстрелом. Ну, нанес бы ему небольшой урон. А здесь перк киллер работает прекрасно. Как оказалось, гранату я, к сожалению, здесь нормально кинуть не могу. Ну, продолжаем тогда отвлекать их огнем. Черт. Ой-ой-ой. Надо отходить, срочно убирать рикошеты отсюда. Ой-ой-ой. Черт. Попал. Круто. Что там движется? По-моему, первый выстрел сработал перк киллер. Да, когда шрам целится, конечно, из СВУ стреляется отлично. Большой урон, очень мало очков действия, тем более, что там коллиматорный прицел стоит. Так, ну что, надеяться на криты или отходить? Нет, вы знаете, наверное, на этот раз я отойду, потому что подойдут сейчас новые и точно мне накостыляют. Рикошет мне еще пригодится. Дьявол! Ну, попробуем их еще поотвлекать. Может быть, потихонечку будем их добивать, но, скорее всего, они куда-нибудь сейчас убегут. И поскольку они сейчас точно прорвутся, наверное, лучше мою группу развернуть в обратную сторону, то и Натаха сейчас побежит скрываться. Тедди с Угандой будут, собственно говоря, отправлены туда поближе к углу, и, наверное, стоит развернуть шрама. Посмотрим, что предпримет враг. Ой, граната. Да, вовремя я отошел. Рикошетом, отлично. Давайте немножко там отсидимся, подождем. А может быть, слушайте, может быть, его к другому лучше выходу пересадить, откуда они не ожидают? Тем более, что я выстрелив, всегда смогу отойти. Или даже, может быть, перебежать к третьему выходу. Будем маневрировать. Угроза! Тут сидят еще целых трое. Даже раненый элитный боец очень крут. Так, вторая группа справа. Пусть немножко подождет еще один ход. Не прибежит ли кто-нибудь снизу, а то вдруг там кто-то еще остался. И если нет, тогда все, разворачиваем их в обратную сторону и блокируем левую группу, которая сейчас, скорее всего, уже прорвется. Моим очень тяжело их держать. А, и, конечно же, нужно пересадить шрама, потому что сейчас побегут уже с другой стороны. Ух, обошлось. У нее очков действия не осталось. Да. Так, а почему шрам ее не видит? Он просто боком сидит. Интересно, а если вот он сейчас пересядет, он увидит? Дерьмо. О, он даже больше увидит. Отлично. Все, вот теперь ему надо залечь и потихонечку отстреливать выбегающих из этого прохода. Наташку я убрал с линии огня, а у Ганда с Тедди будут отстреливать выбегающих врагов. Дьявол! Ха-ха, скучковались. Опять сели на троих. Ой! Шум! Я! Сан-инструктор! Коагулянт! О, он бросил гранату. Смотрите, как удачно она упала по диагонали на клетку от меня. То есть она в первый же ход меня не цепляет, а вот во второй зацепит. Эх! Все, шрам начинает каждый ход отрабатывать по два метких выстрела. Надеюсь, ему хватит времени. Ах! Интересно, а вот та группа на троих, они так и сидят или выдвинулись вперед? Давайте посмотрим. Так, и поскольку тут бросили гранату, давайте своих бойцов чуть-чуть отведем из радиуса действия слезогонки, чтобы их не зацепило. А то будет очень несвоевременно. Меня тут потрошат вовсю! Добрался я до них! Все, по идее делаем крит и уходим обратно. Дерьмо! Дерьмо! А, прорвались! Дерьмо! И второй прорвался. Есть! Так, третий тоже прорвался, но, по-моему, шрам его еще видит и может его подснять, не дать ему уйти. Блин, Тедди зацепили. Его тоже нужно убирать с линии огня. Сейчас туда же к Наташке его заведем. Может быть, Натаха сейчас и себя и его немножко подлечит, а у Ганда может прикрывать их и смело вступать в бой. Для Шрама очень много целей. Он, собственно, всех, кто прорвался, хорошо видит. И, наверное, нужно снимать вот этого ближайшего, потому что тех двоих мы уже, походу, не поймаем. Так, это уже не убежит. Там рядом ранено. Ну, а тех двоих... Кстати, вот мне интересно, а куда вот они прорвались? Вот они бегут. А вот куда они сейчас побегут? Они куда-то побегут кого-то убивать из местных или они просто пытаются обойти сетку-рабицу и подойти к рикошету? Черт! Ну, тут я уже ва-банк пошел. Враги ранены. Во мне попали, но мне повезло. Есть! А, походу, все трое убежали туда наверх. Непонятно теперь, где их ловить. Благодать-то! Так, рикошет, давай криты, они сейчас нужны, как никогда. Ништяк. Один остался, еле дышит. Но, надеюсь, мы на следующий ход его положим и тем более он промахнется за свой ход. Угроза! Шум есть! Не ожидал я, что придет еще один новый, свежий. Наверное, все-таки стоит отойти, потому что я с двумя-то уже не справлюсь. Мои ранены. Так, ну, те двое, которые остались вот в этом проходе уже никуда не денутся, они выбежать, по крайней мере, точно не смогут, потому что там шрам держит территорию. А вот куда побежали те трое в хорошем состоянии, это вопрос. Я что-то слышал! Сейчас я выведу чары и посмотрим, сколько их там бойцов. Может, еще кто-то подошел. Я вот боюсь, как бы не пришлось потом ловить последнего Эльина. Хотя эти вроде ретивые, сами на врага бегут. Дьявол! О, отлично, смотрите, плюс 1 меткость, прекрасно, уже 81. Ну и, конечно же, отходим, не надо сейчас подставляться, сейчас каждая пуля может быть последней. Черт! Я слушаю. А, ну все, понятно, куда они бежали. Они просто сетку оббежали и прибежали к рикошету. Ништяк. Алло, а это что? Я слушаю. А это значит, что двое оставшихся тоже сейчас должны прийти к рикошету. Дерьмо. Благодать-то. Ой! К бою! Еще не все! Ой-ой-ой, я в рел тайме. Да, и тут никого нет, походу, они все уже у шрама. Благодать-то. Ну, я так понимаю, остались те двое, которые прорвались, и сейчас они, скорее всего, прибегут прямо к рикошету. Я слушаю. Я что-то слышал. Я слушаю. Я что-то слышал. Шевелитесь. Неприятел. Так, первый готов. Теперь ждем второго. Я слушаю. Не спать, мы еще не всех прижали. Так, ну давай-давай, скорее, мои уже крови все истекают, надо срочно перебинтоваться и начинать лечиться. Шевелитесь. Неприятель. Все, это последний. Ну вот и все. Но не стоит расслабляться, потому что нас ждет битва со вторым отрядом, он будет чуть поменьше и пройдет чуть скоротечнее. Ну, а у меня для вас небольшой бонус. Я, когда разбирался с бандой отморозков, я с одним из бандитов не переговорил, потому что я его сразу не нашел. Оказалось, он просто был в доме, и поэтому давайте сейчас я представлю с ним разговор, что же он скажет. Я сначала переговорю сам, а потом переговорю, Тедди. Посмотрим, как он отреагирует. Эй, кто там шуршит? О бля, как это вы в натуре просочились мимо Тома и братвы? Нам тут стукачи без надобности, а ты барабан, бля буду. Я вашего брата с жопой чую. А ща не рыпайся, грабками не сучи и по малу шевели на выход. Дернешься, я дуршлаг из твоей башки сделаю. Кто-то зашибает напайку, разводя лохов гнилым базаром, а мне лохи бабло сами гонят. Не мельчиши. Детишки здесь всегда добровольно. У них тут каникулы с приключениями и чалятся они здесь в полный кайф, пока их ни шнурки бабла не подкинут. Кому уже намазали лоб зеленкой, тот не утонет. Ну и самое интересное, что никакой реакции на Тедди он не сделал. Все-таки реагирует, видимо, Том, главарь банды, а этому вообще пофигу. Я с ним переговорил, те же самые диалоги, ничего нового. Ну, давайте единственное, только попробуем его нанять. Не бери на понт, мне ваша мась впадлу. Ну и понятно, на угрозы, конечно, он реагирует сразу и моментально. Сразу переходит в бой и пытается нас порезать. И последнее, давайте попробуем дать ему денег, посмотрим, что он скажет. Сотенку. Оставь, мне не впадло и жмурик обшмонать. Да, остроумно, ему, видимо, действительно проще снять спокойненько уже все. Ну вот, собственно, и все. Возвращаемся в наше время и видим, что второй отряд уже на пути к нам и скоро нам предстоит вторая битва. Уже в следующей серии мы с вами быстро разберемся с этим отрядом и пойдем дальше. Ну, а на этом серия подходит к концу. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, надеюсь, вам понравилось. Обязательно комментируйте и увидимся в следующей серии. Пока!